Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Мы работаем в прямом эфире в студии Ольга Схабребова. И вот основные темы к этому часу. Добрый вечер! Добрый вечер! Президент Анатолий Бибилов поблагодарил российских коллег за пристальное внимание к проблемам Южной Осетии и отметил, что необходимо утвердить те проекты, которые будут реализованы в рамках инвестиционной программы 2020-2022 годов и определить все технические и организационные вопросы. Могу поблагодарить коллег, которые занимались инвестиционной программой 2019-2022 годов за такую скрупулезную работу и за результат, который в принципе у нас есть по организационным вопросам. За это огромное спасибо всем абсолютно. Ну и определить уже шаги, которые бы нам помогли реализовать инвестиционную программу 2019 года на качественно высоком и временном и качественном уровне. И, конечно же, определить те проекты, которые у нас есть на 2020-2022 год. В принципе, вот то, что я хотел сказать, еще раз приветствую вас здесь, на территории Южной Осетии. И еще раз поблагодарить за такое хорошее, доброе отношение и высокое взаимодействие. Всех коллег. Спасибо вам большое. Заместитель главы управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Южной Осетии и Абхазии Денис Травин сообщил, что заседание межправкомиссий состоится 12 апреля в Москве, а 19 апреля заседание пройдет в Южной Осетии. Основная цель нашей сегодняшней поездки, собственно говоря, детально пройтись по основным вопросам, посмотреть, где у нас не хватает документов, что-то сделать вместе, дать необходимое поручение. В общем, мы вышли в такую же финишную прямую. Очень приятно, что все текущие вопросы у нас закрыты. Вы знаете, мы подготовили решение сопредседателя по тем объектам, которые вышли с экспертизы, была изменена стоимость, решение сопредседателя подписано. Соответственно, сегодня у нас вообще нет никаких препятствий для текущей деятельности. Вы знаете, что у нас по предстоящему НПК не просто контуры, а основные направления с прописанными объектами, по программе, институционной программе 2022 тоже готовы. Поэтому, сейчас, я думаю, все текущие вопросы порешаем и будем готовы. После НПК не ждать ни дня, а как в сложившемся уже традиционном ключе, строить, осваивать и получить результат еще лучше, нежели был в прошлом году. В ходе встречи стороны подчеркнули, что основные мероприятия обозначены. Осталось только утвердить их на межправкомиссии. Алена Оттайва, Азамат Кузыев, Тамерлан Кусраев, информационный выпуск сегодня. В столице республики прошел съезд партии «Единая Осетия», где был утвержден республиканский список кандидатов в депутаты от партии. Также обсудили актуальные проблемы и планы на ближайшее будущее. Зарина Кочева продолжит тему. В начале съезда лидер «Единой Осетии» Алан Таттеев рассказал, что в настоящее время в партии состоит более 4 тысяч человек, из которых 300 избраны делегатами съезда. Президент республики Анатолий Бибилов, который был приглашен на съезд в качестве почетного гостя, обратился к делегатам с приветственным словом. Он отметил, что за 6 лет своего существования партия прошла большой путь, одержала две убедительные победы на президентских и парламентских выборах. Это результат формирования четкой и ясной политической платформы, честного отношения к избирателю, ни на день не прекращающейся работы по решению социальных проблем. Внимание к каждому жителю республики. «Считаю, что главная отличительная черта, присущая Единой Осетии, это обостренное чувство ответственности за судьбу республики, за настоящее и будущее своего народа». По словам Бибилова, который на победных для себя выборах также баллотировался от Единой Осетии, его успех на президентских выборах также говорит об эффективности партии, которая за это время не только не растеряла свой потенциал, но и приумножила его. В течение шести лет работа партии велась беспрерывно. Кроме законотворческой деятельности основной работы, партия берет на себя ответственность и за другие проблемные вопросы, которые стоят перед народом Южной Осетии. «Благодаря партии решаются накопившиеся за многие годы проблемы. Адресная помощь оказывается попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Я всемирно благодарю вам за эту деятельность, которая позволяет исполнительной власти сконцентрироваться на более широких вопросах и говорить о том, что наша совместная работа с каждым днем позитивно отражается на уровне жизни в Республике Южной Осетии». Глава государства выразил надежду, что выборы в парламент пройдет в хороших демократических традициях, которые утвердились в Республике. «Хочу высказать уверенность, что Единая Осетия и другие политические партии в ходе избирательной кампании будут следовать принципам уважительного диалога, доверия и конструктивного взаимодействия. А сами выборы пройдут в соответствии с теми хорошими демократическими традициями, которые утвердились в нашей Республике». В ходе съезда Алан Таттаев подвел итоги проделанной работы, отметив, что за год партии была оказана помощь малоимущим семям в размере 13 миллионов рублей. Помощь оказывается как в столице, так и в самых отдаленных уголках Южной Осетии. «Помощь была оказана тысячам жителей Республики Южная Осетия. Депутаты от партии «Единая Осетия» разработали и приняли десятки законов и нормативных актов. Все они нацелены на укрепление государственности и повышение уровня жизни населения. Уровень жизни населения – главный показатель нашей работы». Партия, являясь самой многочисленной, по праву претендует на лидерство в предвыборной гонке. Однако лидер считает, именно дела партии должны стать показателем работы и отношения избирателей. «Лучая предвыборная кампания – это дела, которые мы делаем задолго до выборов. Именно наши дела должны стать показателем нашей работы и отношения к нашему народу». По словам Алана Таттаева, «Единая Осетия» намерена и далее активно участвовать в решениях целого комплекса острых внутриполитических, социальных и экономических проблем, не отступая от стратегических целей. «Достигнуты значительные результаты, и эта работа будет продолжена». В ходе съезда был утвержден республиканский список кандидатов в депутаты от партии «Единая Осетия». Среди кандидатов представлены в списке патриоты своей страны. Люди, нераднодушные к судьбе народа. Многие из них на протяжении долгих лет защищали родину с оружием в руках. Список «Единой Осетии» возглавил лидер партии Алан Таттаев. В первую десятку также вошли известный хирург, главврач республиканской больницы Маир Бек Кокоев, руководитель государственной службы охраны Атсамас Бибилов, глава Знаургской районной администрации Инал Габараев, ректор государственного университета Вадим Тедеев, глава парламентского комитета депутат Юрий Габараев, председатель парламента Петр Гассиев, депутат и педагог Роза Вальева, помощник президента республики Алан Габадте и действующий депутат парламента Таймурас Габараев. «Единая Осетия» выдвинула и кандидатов в депутаты по одномандатным округам. Партия, проведшая колоссальную работу в эту парламентскую пятилетку, начинает свою вторую кампанию в законодательный орган страны. Кадеты Южной Осетии вернулись из столицы России с победой. На кадетских сборах в Москве их команда показала лучший результат. И это не случайно. Ребята напряженно работают каждый день. Дисциплина, ответственность и стремление развиваться – вот основные качества этих молодых людей. Наш корреспондент встретилась с кадетами. Воспитанники кадетской школы вернулись на родину с победой, заняв первое место в общекомандном зачете 16-го Всероссийского кадетского сбора. Они проходили с 26 по 30 марта в Москве. На сборы команда выезжала не первый раз. Они и ранее занимали призовые места, но такого успеха достигли впервые. По словам членов жюри, команда из Южной Осети показала высокую степень готовности по всем видам спортивных состязаний. Мероприятия, которые там были, и спортивного характера, и общего характера. В основном были виды военные. Это и разборка-сборка автомата, это и перетягивание каната, это и прохождение торжественным маршем с песней и без песни. Там же были мероприятия, эстафета 4 по 100. Напряженные многочасовые тренировки, ежедневные подготовки, одним словом, приложенные усилия не прошли даром. Из 52 делегаций, принимавших участие на этих сборах, они были лучшими. Теперь в родной кадетской школе гордятся успехами своих воспитанников. Наши, я вам сразу скажу, наши воспитанники очень удачно выступили, потому что там учитывались, конечно же, и отдельные дисциплины, и общекомандное место. Наши ребята удачно выступили и заняли общекомандное первое место на этих ответственных мероприятиях. Деляясь своими впечатлениями от поездки и прошедших в Москве соревнованиях, кадеты с уверенностью отмечали, несмотря на то, что соперники были сильны, они сделали все возможное, чтобы прийти к победе. Каждый из них стремился достойно представить свою республику, свою школу. Заняли много призовых мест. Мы участвовали в таких дисциплинах, как строевая песня, подтягивание, бег на 100-400 метров, питание гранат и другие. Мы заняли первые места в общем зачете. И еще первые места заняли в строевой подготовке, песни, в подтягиваниях первое место заняли. Разборка, сборка автомата. Мне очень понравилась поездка. Нам дали хорошую оценку жюри. В рамках программы ребята приняли участие в церемонии возложения цветов и венков у могилы неизвестного солдата в торжественном построении на Соборной площади Кремля. Кадеты посетили музей боевой славы, приняли участие в различных конкурсах. Мы были на экскурсиях, а также у нас проводились соревнования между российскими школами. Мы ездили на экскурсии, посетили Малый театр, Войнный музей. Были на Поглунной горе, на Красной площади. Впечатление хорошее. Мы там с некоторыми кадетами из разных школ подружились, пообщались. Перед тем, как поехать в Москву, наши воспитатели и директор очень хорошо подготавливали нас к этой поездке. Учили нас всем тем, что придется нам там делать. Мне очень понравилось в Москве, там было красиво, особенно в Красной площади. Нас повели в театр, там тоже было очень интересно. Побивали в музей победы, узнали о войне, много интересного. Сборы способствуют обмену опытом работы, развитию кадетского движения, а также профориентации учащихся при выборе военных профессий. Кадетская школа при Минобороне и дальше будет принимать участие в такого рода мероприятиях. По приезду перед кадетами поставлены новые задачи. Они начнут подготовку к военному параду, посвященному Дню Победы, который традиционно будет проходить на театральной площади столицы. Агунда Губозова, Регина Черткоева, Айда Кочева, информационный выпуск. Сегодня. Неожиданный успех студенткой из Южной Осетии вышла в полуфинал телеконкурса в Северной Осетии. Желающих стать участниками проекта было немало, почти две сотни. Люба Джоева в числе немногих счастливчиков, которых отобрали члены жюри. Наш корреспондент Елена Газаева продолжит тему. На телеканале «Осетия и Рестон» стартовал вокальный телепроект под названием «Азарма». Заявку о принятии участия решила отправить студентка ЮОГУ факультета журналистики Люба Джоева. Вскоре она получила приглашение на участие в национальном музыкальном конкурсе. И в назначенный день Люба выехала на съемки. Одним из критериев конкурса являлся возраст участников от 16 до 35 лет. Прослушивания проходили несколько дней. Заявки подали более 150 молодых и талантливых людей. Победитель конкурса получит приз 100 тысяч рублей. 16 марта был отборочный тур, съемки. Я поехала в Северную Осетию, Владикавказ. Спела английскую песню Бруно Марса «Аптем Франк». Мне не сказали, что это больше рэп, чем песня. Спой, говорит, нам что-нибудь. Желательно, говорит, Настинская ума. За день до этого Мария Кудалаева, которая у нас солистка вокально-инструментального ансамбля, она репетировала со мной песню «Одну Массек». Она мне понравилась, эта песня, сразу. Я сказала, что это моя любимая. И, в общем, в голову первая песня на отборочном туре пришла эта песня. Я ее исполнила капельно, они сказали, что отличная песня, будет ли аккомпанемент. Я сказала, возможно. Мне позвонили через неделю, сказали, что я прошла. По словам жюри, участники должны хорошо петь, и не менее важно уметь двигаться на сцене. Жюри не только оценивали технику исполнения, но и подробно разъясняли каждому конкурсанту о допущенных во время выступления ошибках. Люба Джоева вышла в полуфинал конкурса и настроена на победу, чего и мы ей желаем. Елена Газаева, Азиз Багаев, информационный выпуск «Сегодня». Сегодня в социальной сети пестрили новостями на грани сенсации, но, как оказалось позже, это всего лишь первоапрельские розыгрыши. Всемирный день смеха отмечают первого апреля во многих странах. Принято разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать над ними. Стелла Бязарова продолжит тему. Первый апрель никому не верь. Слова, знакомые нам с детства. Первого апреля принято шутить, разыгрывать родных, друзей и даже незнакомых людей. Первый апреля. История праздника уходит корнями в далекое прошлое. И сегодня вряд ли кто-либо ответит на вопрос об истории возникновения этого дня. Одна из версий 1 апреля – это напоминание о древнем празднике весны, который сопровождался играми и шутками. Несмотря на то, что солнечные и теплые дни пока не собираются к нам возвращаться, в сердцах людей уже по-настоящему первоапрельская весенняя погода. Особенно этому празднику рады дети. Первый апрельский праздник отмечается во всем мире. Сходные обычаи были известны древним персам, индусам и многим другим народам. В Россию этот праздник пришел из Германии. Его еще называли «Лживым днем». У нас в республике день смеха – один из самых любимых. Он оставляет массу ярких впечатлений и удавшаяся шутка нередко запоминается надолго. Нам важно помнить – смех – неотъемлемая часть нашей жизни. И не забывать дарить улыбку людям. Стелла Бязарова, Арсень Гассиев. Информационный выпуск сегодня. Южная Осетия приняла участие в международной экологической акции «Час земли». 30 апреля с 20.30 до 21.30 во многих госучреждениях отключили свет. В нашей республике мероприятие проводилось под лозунгом «Чистая Осетия – чистое будущее». Инициаторами стали активисты молодежной организации «Единая Алания». Данная акция, по словам ее участников, важна и с политической точки зрения, так как носит международный характер. А сейчас узнаем, какая погода будет завтра. По всей республике будет пасмурно, возможно, пройдет дождь. В Знаузском районе днем плюс 4, ночью плюс 2. В Дзаузском районе днем плюс 6, ночью плюс 2. В городе Квайса тоже плюс 6, ночью плюс 1. В Ленингорском районе днем плюс 8, ночью плюс 3. В столице республики в Цхинвале днем 7 градусов тепла, ночью плюс 3. Напоминаю, мы работали в прямом эфире. Сейчас 18.19. И на этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова